Подписанное погоднение выник намаганню у предпринятых Беларуським Министерством Замежных Справ и нашим посольством УЗШ. В уголе у Гомельской области уже есть пылный опыт супрацовненства на американских рынках. Размова у первую чергу о Беларуськом металлургичном заводе и акционерном товаристве «Спартак». Але теперь нашу присутность меркуется значительно поширить. У связи с чем у склад делегации, якая наведала штат Флорида, включили представников широкого предприемства у Гомельской области. Мы заинтересованы, чтобы наша молочная продукция пошла, прежде всего сыр, возможно, сухое молоко. Мясо, безусловно, там не пройдет, там очень свои рынки мощные, хорошие, латиноамериканские рядом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы продукция нашей деревообработки могла быть там востребована, потому что и плиточные материалы нужны, и утеплитель натуральный может вполне там проходить. У них очень большие масштабы строительства, и при этом они не ограничивают себя в импорте, потому что американский континент, он потребляет огромный объем импорта. А про ЧАТАГО, по часу визиту у США были обмеркованы питания супрацовництва у гуманитарных сферах, у приватности помеж высшейшими навыкчальными установами. Когда все отримается, наши студенты отримают махчимость в учиться в излученных Штатах Америки. У них есть заинтересованность, да и у нас, впрочем, такая же заинтересованность есть, обмениваться группами студентов, чтобы наши проходили там, не стажировку даже, а, возможно, даже схемы обучения. Ну, условно, получили базовые какие-то 2-3 курса у нас, а несколько курсов там. Вполне серьезные, они готовы провести по этой теме переговоры. Як чакается, подчас святковання Дня Гомеля у вересних этого года ягона ведая офицейная делегация Американского штата Флорида. Подчас состречу баки мают намер больше деталево адмерковать махчимые накерунки взаимодействия. По коль же гомельчане отзначают доброзрешливые относины сбоку уладов и деловых колов штата и жадание реального супрацовництва с нашим регионом. Они готовы помочь нам в плане продвижения нашего товара, изучения законодательства, процедур всевозможных административных. Это сложное дело, на новом рынке так просто не пройдешь. Мы даже с Российской Федерацией имеем очень много сегодня проблем в части продвижения наших товаров, а на американском тем более. Так вот, эти услуги как раз, причем на такой, можно сказать, безвозмездной основе, они готовы это все помочь. Безусловно, это вселяет определенный оптимизм. Я уверен, что мы сможем прибавить. Есть чему там учиться. Рынок очень многогранный, и я считаю, что для нас это важно и престижно иметь партнеров вот на этом континенте. Олег Сентюров, Сергей Нігеревич, Игорь Марышченко, Тельрадио, компания «Гомель».